По традиции во вторник с анонсом эксклюзивного четвергового выпуска у нас в гостях главный редактор газеты Владимирские ведомости Юлия Гущина. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, телезрители. Итак, о каких темах расскажете? Три темы подготовила к анонсу. Номер четверга, 26 августа, и начну с такой прям летний-летний. Несмотря что лето, к сожалению, потихонечку заканчивается, но мы, как завещал Брэдбери, будем пить август глоточками каждый день. И тема летнего отдыха детского у нас такая замечательная дата в этом году, 55 лет искателю. Мы решили, что, наверное, это прямо очень замечательный повод доехать в лагерь и посмотреть, как вообще продолжают жить все традиции этого лагеря, традиции педотряда «Родник». Ну, у нас был похожий репортаж не в прошлом году, а в 19-м. Мы выезжали уже к ребятам и решили посмотреть, как же это вот в ковидных условиях вообще происходит, потому что прошлый год, конечно, вылетел и смены не было. И попали в такой период выбора президента лагеря. Происходит это не каждый год, происходит это раз в 4 года. То есть такое... Все по-взрослому. Да, застали, мы попали в нужный момент. И подготовил материал Алина Фадеева с Владимиром Чучедеевым, доехали в лагерь. И сделали вообще такой замечательный репортаж с лицами, с эмоциями. Алина рассказывает, как вообще процедура проходит выборов. То есть все по-взрослому. Ну, естественно, затрагивает вообще специфики лагеря «Искатель», что это не просто летний отдых на природе, но еще и профильные школы. Вообще, что ищут искатели, попыталась узнать. Почему именно искатели, что же ищет каждый искатель и каждый член педотряда «Родник». По школам уже в меньшей здесь степени мы озвучили, покуда в 2019 году у нас как раз репортаж был о них. И здесь Алина сделала акцент именно на выборах. О том, что, по сути, ребят проходят всю процедуру. Все это происходит в 3 дня. У них и праймерис, и агитация, и даже черный пиар присутствует. Кто чем заманивает, какими лозунгами. Ну, и непосредственно сами выборы всего лагеря выбирали президента, и была выбрана Мария Прохорычева. Ну, и еще такое совпадение Марии у нас является дочка нашего Геннадия Прохорычева, который тоже очень активно в бытность детского обмудсмена сотрудничал и с педотрядом «Родник», и с искательскими сменами. Ну, такое почетное звание на 4 года Мария Президент Искателя. Ну, и вот на фотографиях, как проходит агитация, с колоннами, с лозунгами. Все как в настоящей жизни. Ну, а подробности в материале Алины в четверг. Ну, что ж, я думаю, что на следующий год Марине тоже надо будет ехать в Искатель, так? Раз президента выбрали. Ну, вообще, там есть же не только летние смены, есть еще и зимние смены, и, конечно, да, теперь нужно присматривать, как президент за... Вот, кстати, Мария, придется ехать и зимой, и летом, но я думаю, что она точно не расстроится от этого, потому что мои дети, кстати, тоже не один год ездили, и все в восторге от ребят вообще о том, как проходит эта смена. Нет вообще ни секунды свободного времени, и они с желанием все это делают. Не то, что их там заставляют вот туда-сюда, они сами определяют, чем они там будут заниматься, сами по своим интересам выбирают школу и с удовольствием это делают. И потом не такие нетрадиционные школы, не как в обычной традиционно-общеобразовательной, вот там ребята урок сели, начали учиться. Естественно, это все совершенно в других форматах, более живых и на свежем воздухе. И, например, там английские, они переводят устав педотряда, родник и лагеря Искатель, то есть вот в таком ключе. Ну, ребятам очень нравится, они туда с удовольствием едут на такие смены, и пожелаем и педотряду родник, и лагерю Искатель еще отметить не только 55, но и 105, и 155, чтобы традиции эти жили, потому что они действительно очень интересные, и дети их очень любят. А Владимирские ведомства обязательно об этом напишут. Да, и 150, и все остальное. Следующий материал, это в рубрике «Так было», Александр Развестков подготовил материал о сыновьях Александра Невского. Такая у нас фигура года. Проект у нас закончился «Герой земли Владимирской», где Александр Невский был такой ключевой фигурой. И мы подумали, что вот все про Александра Невского и про Александра Невского, но вот у него было 4 сына и дочь, и как-то вот, ну, меньше мы этой информации затронули, и решили устранить эту нелепость. И Александр Развестков подготовил материал о сыновьях. О дочери информации меньше, ну, роль женщины была немножко в тени в те годы, поэтому они есть в тексте, но ключевые 4 фигуры – это все-таки 4 сына. И все абсолютно разные. У каждого своя судьба, и каждый определенную свою роль вообще в жизни государства сыграл, и как сыновья великого человека. Сыновья Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил. Даниил, даже как и отец, был причислен к лику святых, единственные из детей. Вот вместе с отцом они были удостоены этой чести от церкви. Василий был старшим сыном, и, естественно, отец возлагал на него все надежды по управлению государством, но определенное обстоятельство случилось так, что Александр Невский разочаровался в сыне. Но здесь подоспел уже второй сын, Дмитрий, который достаточно такой большой вклад внес в развитие государственности. И здесь отец был им очень доволен, и в войнах принимал участие, победоносные сражения на его счету есть. Ну и самый, наверное, такой неоднозначный из сыновей – это Андрей, который боролся со старшим братом Дмитрием за престол, и определенные такие некрасивые ситуации в жизни присутствовали. Но подробности в материале, что там было, и кто из братьев, так скажем, победил в этой борьбе, ну и как вообще Андрей потом реабилитировался, чтобы как-то положительно остаться на страницах истории. Все в материале Александра Известкова, поэтому милости просим о детях Александра Невского. Да, я ждала, когда вы скажете о том, какая борьба была между сыновьями, потому что, мне кажется, средняя века – это, в принципе, все время вот именно такие междоусобицы в семье, семейные. Ну и потом какого-то такого целостного государства российского же еще не было, то есть это вот княжество, и сначала там Новгородском княжестве вроде тихо, спокойно, и там тот же Василий был посажен на трон, и вроде бы его приняли, а потом вот все знать Новгорода передумали резко, пришлось там Александру Невскому срочно вступаться и как-то утихомиривать бояр того времени, чтобы оставить сына на троне. То есть, ну ситуация была, да, такая не очень спокойная, поэтому, конечно, очень большое количество различных ситуаций происходило. Александр Известков обо всем этом в своем материале отразил. Я думаю, что точно очень интересный с исторической точки зрения материал, как и все материалы Александра. Ну и третья тема для анонса, такая абсолютно эксклюзивная и уникальная. Ирина Игнатова подготовила интервью с Мариной Петровой. Марина Петрова является хореографом нашей спортивной школы имени Толкачева. Она сама воспитанница этой школы, сама спортсменка в прошлом, и готовит спортсменов вот по такой дисциплине, как хореография. Она рассказывает о своей спортивной судьбе, о том, как она вообще стала хореографом, а не тренером, о важности вообще этого хореографического труда в гимнастике. Хотя, ну спортивная гимнастика, да, вроде бы не художественная, но тем не менее оценки за артистизм тоже присутствуют. И это заслуга как раз хореографов, которые готовят спортсмены. И одной такой изюминкой этого материала, на самом деле, вот мы все в редакции были поражены, удивлены и рассматривали фотографии, вот до этого была фотография с девочкой в красном купальнике, это внучка Николая Антрианова. Вот, да, это она, Анастасия, и Марина является хореографом внучки прославленного нашего восьмикратного олимпийского чемпиона. Тренирует ее отец, то есть сын Николая Антрианова, и Марина в своем интервью рассказывает, что большие надежды, конечно, на девочку возлагают, но здесь, наверное, такая двоякая ситуация для нее самой, да, такой вот ответственность. Тяжелое бремя имени, да? Да, тяжелое бремя имени, и возлагаются большие надежды, ну, и девочка способная, к слову сказать, здесь активная и тренер занимается, и хореограф, и наряду со всеми, и Марина рассказывает о том, что несмотря на то, что она вроде такая маленькая, но такой серьезный у нее характер, очень целеустремленный, отважный, поэтому вот в этом материале такая у нас эксклюзивность, и мы, на самом деле, Ирина, совершенно вот случайно, когда губернатор встречался с спортсменами и поздравлял с результатами олимпийских игр, встречались в школе, вот чисто случайно всплыла такая маленькая деталь, что оказывается здесь вот есть такой ребенок, который также занимается, как и дедушка, спортивной гимнастикой. Мы, конечно, не могли об этом не сказать и не порадовать наших читателей такой информацией. Юля, ну, у вас такой семейный выпуск получился, да, сыновья Невского, и, по сути, в интервью с тренером тоже опять семейная династия переходит, но это тоже случайности или все случайности не случайны? Ну, наверное, все случайности, конечно, не случайны, но мы не подбирали в данном случае, что у нас и сыновья, и внуки, и дети. Так получилось, в этом номере сложилось, но на самом деле еще много всего интересного в номере есть, кроме этих трех материалов. Напомню, что номер у нас 12-полосный, и все материалы, которые мы анонсируем во вторник, в четверг можно уже прочитать в газете. На сайт мы специально придерживаем, чтобы для наших читателей печатной версии была такая уникальная возможность первым прочитать, но на сайт уже выкладываем выходные, когда у любителей интернета есть время остановиться, притормозить и посмотреть вот такие уже все-таки серьезные темы, как сыновья Александра Невского, как интервью с хореографом в спортивной гимнастике. И репортажная тематика, она же вообще достаточно большие материалы, и, конечно, их лучше читать в выходной день, когда есть для этого время, и мозг не так быстро работает, и можно и оценить, посмотреть, поэтому вот на сайте это все в выходные. Ну, а уже в четверг покупайте выпуск Владимирских ведомостей, все материалы, о которых сегодня рассказала Юля, и много-много других. Да, у нас там еще пара планериста есть. Ну, уже все это в четверг, а я напоминаю, что наши гости сегодня главный редактор газеты Владимирские ведомости Юлия Гущина. Юлия, спасибо вам. Спасибо, Елена, до свидания.